добрый вечер дорогие друзья как меня слышно пожалуйста дайте обратную связь я запустил спасибо 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 это радует интернет начинает выравниваться в понедельник был вебинар на германию мы тут все измучились будем надеяться что интернет тоже делает уроки из тех опыта который получает таким образом я еще раз вас приветствую начать очередной вебинар потому что каждый раз есть что-то очень важно вам сказать спасибо спасибо я больше я понял что меня слышно звук если он сильно зашкаливает дайте знать я могу его немножко тише сделать у меня голос достаточно сильный смотрю что чуть-чуть может вот так вот поэтому как всегда я начну с новостей но тут же на определенном шаге передам слова алексею диаку который сегодня помогает нам вместе с нами работы вот у него интереснейшая тема я не буду раскрывать сначала обиду не знаете как вот как по сценарию значит у меня подготовлена определенная фишка вот который является определенной новостью и тогда вы узнаете о чем будет говорить алексей диаков а он этого тоже не знал причем но подготовил материал вот по этой теме первая новость очень важная новость потому что мы и вопросы что мало ли там вот почему там президент россии разговаривает или вернее там значит на форуме в санкт-петербурге на экономическом форуме был представлен гиперлупа почему там не было скайвей а там не надо представлять его было хотя в принципе можно было бы на это скажем так раз и смещение фокуса и теперь мы можем с вами проследить что было сказано по поводу гиперлупа со стороны московских чиновников вот видите здесь может быть не очень хорошо видно да но у меня есть здесь текст мне не удалось всего большего текста нигде найти большинство или кто-то из вас уже наверно видели там суть в общем что в настоящее время нет очередной потребности запускать новой москве скоростной поезд гиперлуп который двигаясь внутри вакуумной трубы скоростью до 1100 километров в час это пишет жидин чиновник что он является представителем городской московской городской власти я забыл как аварийно точное должен суть не в этом но он очень высокий чиновник который об этом говорит вот а это в интервью агентство городских новостей москва сообщил глава столичный портам развития жидим вот и в связи с этим просто очень четко говорится что нет такой необходимости уже не говоря о том и не беря во внимание те скажем аргументы которыми которыми владеет анатолий эдуардович когда он говорит что это полнейшая полнейшая скажем сырая сырой проект который еще надо много много работы и что от этой идеи еще 30 или 35 лет назад назад он сам как бы ушел от этой идеи чтобы в вакуумной трубе двигаться еще на магнитной подушке да говорят что там нету так называемой сопротивляемости хотя в принципе там все остальное есть поэтому суть не в этом это не тема нашего раздовора заметка про то что происходит мире теперь следующее значит очень важно следующая новость то что когда мы начинаем смотреть и разбираться о том что где мы находимся и как как идет процесс вообще самых технического развития skyway технологии то фактически мы всегда говорим что существует определенные виды транспорта сегодня это повторять не будем потому что у нас нет как бы не вебинар где мы презентуем саму технологию мы это уже проходили и будем время к этому возвращаться повторяя определенные особенно очень важно то сегодня вам сказать дорогие друзья что подготавливается производство мотор колеса это сердце или скажем очень важный элемент и очень такой трепетный элемент системы на который задает тон всей технологии одно самое важнейшее это так называемый струнный рельс и второе вот это мотор колесо мотор колесо существенная вещь и когда мы говорим мотор колесо то два слова говорит один на одном говорит о моторе другой говорит о колесе и вот я бы сейчас дал вам возможность короткая значит презентацию мотор колеса что нам об этом расскажет алексей дьяков алексей так добрый вечер уже скрипит у тебя звук немножко убери добрый вечер хорошо добрый вечер буду немножко тише говорить тогда будет нормально сейчас я поставлю так еще раз добрый вечер уважаемые участники вебинара добрый вечер маркович сегодня на технической части нашего вебинара мы поговорим о мотор колесе как уже сказал владимир маркович по своей сути само мотор колесо не является чем-то сверх новым так как его разработки разными инженерами во всем мире ведутся практически в одно со времен первых электромобилей электромобили вы знаете появились практически в одно время с автомобилями работающими на жидком топливе а точнее в конце девятнадцатого века вот сейчас на слайде вы видите первый гибридный автомобиль porsche на котором отлично видно что на каждом колесе установлено мотор колесо и фердинанд porsche добавил середину шасси автомобиля два бензинных двигателя бензиновых двигателя внутреннего сгорания которые служили приводом для двух электрогенераторов и выработанный динамо машинами электрический ток сначала подавался на двигатели в колесах от которых избыточная мощность поступала в аккумуляторные батареи двигатели в колесах это и есть ничто иное как мотор колесо что же представляет собой мотор колесо и в особенности мотор колесо skyway вот как уже владимир маркович вам показывал эту картинку мотор колесо это разновидность ведущего колеса комплексный агрегат в котором объединены непосредственно колесо электрический двигатель силовая передача и тормозная система из технических параметров мотор колеса skyway имеется из предоставленных технических характеристик имеется у нас размер а именно диаметр от 150 до 350 миллиметров крутящий момент до 750 ньютон на метр и число оборотов до 6000 оборотов в минуту и к моему сожалению это вся техническая информация которую я могу передать вам не соврав про мотор колесо skyway более этого я в реальности сам не знаю ничего об этом колесе так как кроме картинки которые вы видите и сопровождающего короткого текста в официальных источниках skyway другой технической информации нет нет информации даже о принципе работы мотор колеса будет ли это синхронный или асинхронный электромотор хотя вот на этой картинке мы видим синхронный мотор с применением сверхпроводящих магнитов но я думаю что это не значит что именно этот тип мы увидим на юнибусах и юнибайках информация о мотор колесе skyway засекречена и нам не представляет ни кусочкой информации о техническом исполнении я думаю всем понятно почему это происходит это ноу-хау и пока нет заключительных патентов в техническую часть нам не раскроют зачем же тогда мы проводим вебинар технической части затрагивая вопрос о мотор колесе если сами ничего не знаем можете можете задать такой вопрос я отвечу мы должны знать и понимать что то что делает анатолий эдвардович и его команда это актуально не только сейчас это искали и в прошлом и это будет актуально будущем знание того что skyway занимается разработкой мотор колеса дает нам уверенность что skyway не только видит свою технологию но еще идет в ногу сегодняшним спросом заявленные характеристики мотор колеса skyway превосходят все известные сейчас существующие аналоги и это очень удивительно но в этом можно верить так как анатолий эдуардович уже не раз доказал что его технология не только удивительно но и реальна в принципе можно представить что когда выйдут первые серийные мотор колеса skyway да с даю новым я тоже с дуёновым простите сложная фамилия я тоже сравнивал евгений и и они также сейчас находятся все равно в стадии разработки и его синхронный принцип пока что не дает той мощности которую можно использовать на юнибусах и байках это они и сами подтверждают так как и стремятся увеличить мощность которую сейчас они могут применить только вот на размере велосипеда или мотоцикла мотороллера сейчас вот они как раз разрабатывают свой мотор нового типа установив его на не новый тип извиняюсь а усовершенствует свой мотор и хотят поставить его на мотороллер пока что вот видео какого-то результата я не видел пока что они выставляли только картинки что приобрели мотороллер не помню какого модели заявляют что вот это следующий их этап вот сравнивал но я не могу сравнивать колесо мотор колесо skyway так как нет еще раз повторяю полной технической информации я думаю она еще не скоро появится так что мы не сможем сравнивать что лучше но именно по вот этим характеристикам которые я объявил по мощности и оборотам skyway конечно далеко впереди любых любых электромоторов в том числе дуенова вот я продолжу свою тогда мысли надеюсь евгений я да ответил вам пожалуйста если мы представим что серийные мотор колеса skyway выйдут в серийное производство с такими техническими характеристиками то на одних только электро велосипедах можно заработать миллиарды долларов звучит может быть и смешно но статистика показывает существующую реальность на сегодняшний день количество активных используемых велосипедов в несколько раз превышает количество используемых автомобилей в китае уже используется более ста сорока миллионов электровелосипедов а производится около 30 миллионов электровелосипедов в год заводов в китае по всей стране насчитывается около двух тысяч и китайские электрические велосипеды экспортируются во многие развитые страны мира в частности в сша страны евросоюза канаду и при этом китайцы и индусы продолжают поиски новых мотор колес и это в частности из-за того чтобы увеличить и продолжительность работы электровелосипеда именно на дистанцию до следующей зарядки и увеличить мощность этих электромоторов мотор колес для этого китайские производители ищут как бы новые возможности усовершенствования мотор колес и наша задача вот как инвесторов и как партнеров skyway капитал состоит я считаю состоит не только в инвестировании но и в распространении информации о skyway достоверной позитивной и информация о разработке мотор колеса она как бы тоже может быть очень интересно если чуть-чуть углубиться в нее вот например как я подготавливая к сегодняшнему дню материал я узнал для себя очень много нового узнал также о первом российском электромобиле и можем даже вот привести маленький опрос кто-нибудь из вас знает в каком году был создан первый российский электромобиль если кто-то знает вот ответьте пожалуйста в чате сейчас быстренько знает ли кто-нибудь когда был создан первый российский электромобиль видимо что нет никто не знает но вот в 1800 1899 году в санкт-петербурге с участием иполита владимировича романова и да владимир варкович чуть-чуть чуть-чуть вы пораньше это время поставили 99-й год 1899 в санкт-петербурге с участием иполита романовича владимировича извиняюсь романова и по его проектам был построен первый отечественные электрические автомобили предназначенный для перевозки двух человек и получивший известность под названием кукушка его масса составляла 750 килограмм из которых 370 килограмм занимал аккумулятор которого хватало на 60 километров при скорости движения 35 верст в час это около 39 километров в час также в то же время была создана машина амнибус перевозящая 17 человек сейчас вот вот он на картинке перевозящая 17 человек со скоростью 20 километров в час и на то же расстояние 60 километров как вы заметили похож очень на название нашего будущего транспорта юнибус тогда вот был назван амнибус и это уже было более 100 сколько 150 лет или или чуть меньше да с математикой у меня не очень хорошо однако как и сейчас развитию электротранспорта электротранспорта в стране требовалась поддержка государства 117 спасибо Владимир Маркович вот по истечении 117 лет появилось чуть новое название и новая эпоха электротранспорта именно российская сейчас российско-белорусского электротранспорта и надеемся он теперь осуществится и юнибус поедет в реальности Ипполиту Владимировичу Романову скажем так не повезло так как 19 января 1901 года Романов подал прошение в Санкт-Петербургскую городскую думу для открытия 10 маршрутов для этого требовалось 80 амнибусов на общую сумму более 500 тысяч рублей но рубли тогда имели другое как сказать соотношение или ценность и это были очень большие деньги чтобы найти такие огромные деньги было решено основать акционерное общество которое впоследствии было разряно так как новым видом транспорта явно были недовольны прямые конкуренты владельцы конки и многочисленные извозопромышленники с их подачи все старания Романова наладить регулярное движение своих электробусов потерпели неудачу видя что его идеи не находят популярности вот Романов переходит к работам в других областях электротехники как видите всегда есть те которым невыгодно изменить жизнь к лучшему но вместе мы сможем победить их и инновационное мотор колесо SkyWay никто уже не сможет остановить если мы о нем не будем забывать и именно поэтому мы проводим техническую часть нашего вебинара которая была в этот раз посвящена мотор колесо я благодарю вас за внимание и передаю слово Владимиру Марковичу спасибо Алексей за интересное введение я тоже кое-что узнал добавлю то что вернее усилию твое высказывание в том плане что широкий например скорее технология по которой предполагается не предполагается а спроектированный будет работать мотор колесо она предполагает более широкий спектр различных типов то есть можно сказать так что практически от самоката до моторной лодки туда помещается между этим помещается и юнибус юнибайк автомобили различные другие виды транспортов то есть очень широкий спектр и таким образом а суть фактически когда вот например что мне запомнилось и что я обычно говоря мотор колесе доходчиво говорю слушателям которые меня слушают я говорю так что вы знаете вот меня очень сильно как бы впечатлило когда Анатолий Эдуардович говорит что вы знаете здесь вот применены давайте не будем копаться в том как там работает все да потому что мы же не сильно разбираемся в том как самолет взлетает так и здесь и он говорит что применяется уникальная современная хорошая значит современная электротехническая сталь и постоянные магниты причем постоянный магнит очень высокого высокого и мощности он значит такого плана что он говорит что вот такой как брусок масла кусок или ну скажем величиной магнит положить ее на ладонь если его положить на ладонь активизированным и положить ее на что-то чтобы ладонь лежала на металлической поверхности и сверху положить такой брусочек этого магнита то практически он расплещит руку ну да нельзя практически и этим самым сказано все насколько это мощный постоянный магнит это одно второе уникально то что предполагает или имеется возможность управлять электромагнитным потоком и осуществлять различные операции это тоже уникальность системы вот именно skyway вот настолько может быть коротко по этим вопросам теперь давайте пойдем дальше и сегодня хотелось бы поговорить о том что особенности преимущества инвестиций в проект экотехнопарка и вообще в skyway да что и когда ждать от проекта люди и как вы видели сегодня кто в начале подключился к нам что не случайно у людей в процессе возникает вопрос а туда ли мы идем а идем ли мы вообще а не встали ли мы и как говорит значит там Кириченко что не зарыли ли вообще технопарк что вот смотрите значит в разных ракурсах его показали идет мощная подготовка к инотрансу в берлине потому что там надо будет и показать во всю величину ну оригинальные экземпляры юнибуса юнибайка сейчас точно не могу вам сказать могу что-то соврать поэтому прошу простить если я что-то потом будет иначе но предполагается что будет или 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 может быть и и юнибус и простой малый вариант или скажем уменьшенный не уменьшенный а минимальный модуль юнибуса и юнибайк кто-то говорит что будет юнибайк анатолий дарович я пока этот вопрос лично не задавал но суть не в этом что-то будет дорогие друзья и это факт вот подготовка идет экотехнопарк ведь смотрите одно дело выставить просто какой-то один вариант или экземпляр юнибуса юнибайка сделать в берлине потемкинскую презентацию скажем так условно говоря и ничего не иметь в экотехнопарке и совсем другое если там показать а это к этому все идет показать то что реально уже работает в экотехнопарке потому что я скажем не каждый день но раз в неделю точно сталкиваюсь с различными чиновниками работая с разных фазах проектов адресных проектов подготовки это не значит что они все есть они все требуют кропотливой предварительной проработки материала и все как правило хотя бы один раз останавливаются на том а как идет подготовка или уже сертификация а в какой стадии там все находится я всегда прихожу показываю что есть у меня показать что смотрите так 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 процесс идет смотрите прошлый раз было значительно меньше а вот сейчас вы уже вторую уже трассу начали строить это говорит о том что там есть прогресс то есть люди со стороны это все замечают и переченка сегодня тоже вот хорошо показал что идет уже строительство следующей трассы или очередной трассы легкого транспорта то есть одним словом процесс идет дорогие друзья но наша задача понять что как какая наша роль что это нам дает что ждать вообще от проекта и это очень много вопросов вчера я выступал в Тарту и люди задали Тарт это один ну скажем по величине второй город в Эстонии университетский городок там много русских деятелей культуры искусства учились там медики заканчивали это один из старейших университетов в Европе тоже и одним словом город достаточно такой своеобразный и люди спрашивали значит а как с инвестициями а что будет с акциями и люди задают вопрос сегодня позвонили из из Литвы и говорят ой неужели не будет с акциями дивидендов скоро я говорю а когда вы ожидали дивиденды ну в конце года уже я говорю кто вам об этом сказал люди вы строите или мы строим зачастую сами какую-то модель которая хорошо было бы иметь да вот какие-то надежды выстраиваем а потом начинаем сильно где-то огорчаться когда кто-то говорит что-то другое поэтому я методично буду говорить вам о том что и как процесс идет и что от этого ожидать чтобы не было никаких скажем огорчений мы должны идти и находиться в реальной реальности которая существует и стараться ее все время усилить сделать более как бы наполненной и способствовать капитализации а капитализация это адресные проекты и мы сейчас будем об этом говорить через что как идет капитализация адресных проектов какие у нас есть гарантии мне такой вопрос вчера тоже задавали а где гарантия что вообще дивиденды будут к нам когда-то выплачены кто там позаботиться о том я говорю дорогие друзья система акционерных обществ или акционерное общество и передача или скажем создание акционерного капитала евразии рельска систем с холдинга юридически сделано таким образом что мы уже имеем структурно юридическую гарантию что те прибыли доходы и прибыли соответствующие от будущих проектов эко извиняюсь скайвей проектов адресных проектов они будут обязательно накапливаться евразия сегодня была записка из англии когда там есть один наш инвестор который честно задал мне вопрос Владимир Владимир помогите мне разъяснить англичанам значит чтобы я им что-то тут не соврал что откуда вообще акции взялись как они сюда попали куда они прошли я буквально коротенько написал и он мне пишет обратно вы представляете все поняли очень обрадовались сейчас будут инвестировать то есть очень важно потому что люди когда не знают или мы что-то не умеем сказать это создает так называемую настороженность и это не совсем есть хорошо теперь еще о том какова наша личная позиция я вас призываю дорогие друзья кто вы меня сегодня слушаете давайте подходить к этому делу таким образом мой личный вам совет совет и тех моих коллег которые мы работаем не не щадя живота своего как говорили в древности вот для того чтобы этот проект реально получал бы свои инвестиции дело в том что это проект не такой я бы сравниваю тупо с тем как говорят я извиняюсь я очень уважаю китайцев но есть анекдот что как бы когда очень сильно кушать хочется то сегодня посеяли картошку а завтра уже хочется картофельный суп варить понимаете давайте не будем находиться в такой позиции этого анекдота про тех китайцев 20-летней давности анекдот кстати то есть там тоже картина меняется поэтому давайте мы тоже будем менять свое как бы отношение к инвестициям и давайте по порядку посмотрим что же это такое я хочу напомнить вам или даже кому-то сказать кто еще этого не видел что мы с вами когда-то говорили о доме скайвей я хочу напомнить вам об этом мы это говорили в начале года я немножко поднял материалы и смотрю что есть время вернуться обратно мы начинали строить дом скайвей тогда мы сказали что для этого дома у дома существует крыша стены вернее помещения фундамент и так далее так далее но существует главная комната это транспорт нового поколения и технология скайвей но она просто пуста она висит в воздухе если нет это внедрение производство и производство а производство это адресные проекты любое производство даже производство мотор-колесо который мы сегодня начали и я его как раз потому и стал о нем говорить что сейчас готовятся производство собственных мотор-колесо. Первоначальные первоначальные как бы варианты будут пока повзаимствованы, но в ближайшие месяцы это производство будет осуществляться. В ближайшие месяцы, дорогие друзья, то есть уже в этом году будут производиться свои мотор-колесо на все элементы и плюс еще значительно больше, чтобы уже начали накапливаться, потому что мы будем откровенно и реально относиться к процессу. Мы не будем через месяц выпускать сотню или тысячу юнибусов и юнивайпов. На что неюницкий Анатолий Эдуардович сказал, Вадим Иванович, а вы не ошибаетесь ли? Я говорю, в каком плане? Он говорит, вы знаете, что стоит проект, не стоит вернее, а готовится проект, где возможность такова, что к концу года нам надо будет произвести 3000 юнибусов. которые грузового транспорта. Это, говорит, умножьте 3000 на 4. Это 12000 мотор-колес надо будет. Кто их производит? Это очень дорого куда-то кому-то дать. Причем мы не можем все им передать. И так далее, и так далее. То есть возникает очень много вопросов. Каким образом производство дальше? Для чего сделан Экотехнопарк? Это тоже комната, где идет подготовка, сертификации, элементов. Она уже давно идет. Мы говорим, что начнется, нет, она уже идет, как я неоднократно вам говорил. Потому что все эти опоры, они сертифицируются по ходу, и они должны быть сертифицированы, приняты по актам, и так далее. Поэтому этот процесс тоже идет. Таким образом, пакеты инвестиций у нас есть? Есть. Они поддерживают объекты инвестиций у нас в Экотехнопарке есть. Это же самое мотор-колесо, это тоже объекты инвестиций, адресный проект. И таким образом идет у нас процесс круговорот материи в доме Скайвей. Но это все только лишь благодаря тому, что у нас создался и создается и укрепляется фундамент. это сотрудничество, кооперация, взаимоотношения со всеми. Это взаимоотношения у нас с вами, это взаимоотношения компаний с различными инвесторами, это целая масса взаимодействий, это кооперация в первую очередь. Смотрите, струнные технологии, GTI или Global Transport Investment все кооперируются с различными другими компаниями, которые являются субподрядчиками в нынешних проектах создания экотехнопарка, создания элементов уже Unibus, Unibyte, этих самых трассу, тот же самый металл закупается в Финляндии и так далее и тому подобное. Это все взаимоотношения, без этого ничего не сделают. Финансовая поддержка и солидарность. Вся система нашего инвестирования построена на этом, что мы финансово поддерживаем через свои инвестиции, мы солидарны с компанией, компания солидарна с нами. То есть мы на один доллар своих инвестиций получаем залог акций, которые обретаем в процессе значительно больше, от 100, 200, 300, 450. Это максимально в нынешнем этапе развития и реализации этого проекта. Дальше. Экология соблюдается, соблюдается, обучение идет, идет, социальная стабильность обеспечивается, потому что мы будем сегодня говорить, что если я сегодня, я не буду сейчас говорить об этом деталях, мы там вернемся к тому, как вообще к инвестициям, ну, как бы рационально относиться. Далее. Идея на духовной готовности зрелых. Вы знаете, ведь все сотрудники, которые сегодня работают в струнных технологиях и в КБ, люди, которые всей душой вкладывают все в этот проект, это и есть идея на духовную готовность и зрелое. Идея, когда мы идейно становимся зрелыми, когда мы знакомимся, вкладываем свою душу, вкладываем свою энергию в виде денег, времени, вкладываем в этот процесс. И только таким образом мы сами зреем. Зрея сами мы создаем, способствуем созреванию проекта. То есть основание фундамента работает, друзья. Но опорой для него является командный подход ко всему. Это так называемая мантия земли и мантия вот этого строения скольлей. Человек с одной стороны, человек, какой он не есть, я, ты, он, она, мы все вместе. это естественные деньги, это естественная информация, которую мы передаем, мы получаем, мы ею пользуемся. И это организация, организация этого процесса, организация различных мероприятий, создание мер поддержки и так далее. То есть я хочу вам сказать, что с каждым днем это строение Дом Скайвей становится все мощнее, он работает значительно эффективней, чем об этом можно было говорить даже в начале этого года. Идем дальше. Об этом мы сегодня не будем говорить, мы об этом говорили уже с вами. И хотелось бы просто вам еще раз напомнить, смотрите, это фрагмент из того, что в Австралии как выстраивается. Здесь плохо видно, но я вам напомню. Здесь, значит, видите, Global Transport Investment это так называемый один из акционеров создаваемых компаний Skyway Австралия. С одной стороны. С другой стороны у нас университет Фланговс. Создается управляющая компания. Помните, мы об этом уже говорили? Создается управляющая компания в данной ситуации. Но здесь мы видим еще один принцип, который соблюден. Видите, Global Transport Investment. Кто он? Он один из исполнителей. Он задает и работает генеральным подрядчиком в этом проекте. А ему как бы ассистируют компании, которые находятся в проекте в Австралии. Таким образом проект работает, друзья. И это очень правильно и очень хорошо. Теперь мы говорили с вами об этапности. Мы находимся сегодня в 2016 году, напомню вам. Я думаю, что все знают. У нас седьмой этап. Июнь-июль. Таковы дисконты. Могу вам сказать хорошие новости. Сегодня было окончательное согласование и завтра совет полностью, скорее всего, не скорее всего, а он утвердит и будет всем объявлено с 1 июля и может быть чуть-чуть пару дней позже, 1 июля этого суббота, а по крайней мере со следующей недели точно будет ряд интересных пакетов. Я просто скажу, какие у них названия. Это будет пакет детский, будет пакет, способствующий использованию и очень интересно использованию средств с бонусных счетов и готовится пакет предпринимательский, то есть для предпринимателей. Обо всем подробнее вы узнаете. Это не моя компетенция, сейчас вам об этом говорить, но это маленькая новость вам. Ведь вам же интересно знать, что в мире происходит. Таким образом, все делается, друзья, для того, чтобы инвестиции по бизнес-плану на седьмом этапе были бы реализованы. Это 15 миллионов. Надо реализовать, привлечь инвестиции, для того, чтобы этот этап сработал. И мы знаем, что здесь масса работ, которые надо провести. До конца года вообще надо сделать, обеспечить 105 миллионов по бизнес-плану и эти работы осуществить. Я просто вам напоминаю, не буду сейчас даваться в детали, этих седьмого, восьмого, девятого этапа. На восьмом этапе я просто напомню, 20 миллионов, на девятом, десятом, на каждом по 25 миллионов. то есть идет по нарастающей. А как мы можем нарастать, если мы сами не развиваемся, если мы сами с вами не следуем этой логике, если мы идеи на духовной готовности, зрелости нашей нет, таким образом, естественно, мы сами не развиваемся. Это проявляется в наших способностях инвестировать, в нашей инвестиционной мощности и, естественно, это влияет на сам проект. Таким образом, взаимосвязь очень четкая здесь, друзья. И я бы хотел напомнить вам еще раз о дивидендах, потому что как вообще очень простой пример. Я не совсем еще как бы осознал, а вот рассказал еще тут вчера людям, и они очень хорошо поняли, как шикарно понятно чего и когда ждать. Смотрите, у нас 60 миллиардов акций по одна акция по одному доллару в Евразии на рынок в столе с естным сходом. Понятно. И всеобще известно, чтобы получить один цент, один цент, один доллар, один цент, одну сотую часть дивидендов на одну акцию, то есть один доллар и на одну акцию один цент, нужно 60 миллионов долларов всего. Вы можете посчитать, сколько вы получите, у кого какой пакет инвестиций. это 20% от всего того, что значит как бы от доли по привилегированным акциям. Ну а от какой суммы? Это значит, что это должно быть 20% от 3 миллиардов от 3 миллиардной прибыли. Согласны со мной? 3 миллиарда прибыли мы получим 20%, не получим, а можем и обязаны отчислить 20% в виде 60 миллионов долларов. Понятна связь? Для этого нужно выполнить заказы на 30 миллиардов долларов с допуском, что мы у нас процент прибыльности проектов не менее 10%. Он может быть больше, и тогда эта сумма 3 миллиарда будет больше, и тогда 600 миллионов будет больше, и тогда у нас на каждую акцию будет не один цент, а там допустим 1,5 цента или 1,2 цента и так далее. Сколько нужно построить или продать, чтобы получить такой объем заказов и такую прибыль? Это возьмем очень просто осознать в пространстве. Это 3 объекта по 10 миллиардов каждый долларов. Здесь 3 объекта дает 30 миллиардов долларов общий объем заказов. Но давайте посмотрим с другой стороны. Один километр стоит сколько у нас? Ну прибавим чуть-чуть, он стоит от 3,5 миллионов до 7-8 миллионов. Есть более сложные сейчас практика расчетов уже показывает по этим уже проектам, с которыми работаются, что бывает несколько дороже, потому что действительно структура городская, структура поворотная, она трассы, она увеличивает стоимость одного километра средней стоимости. Поэтому берем среднюю 10 километров или, скажем, усредненную верхнюю сторону. Это значит нужно 3000 километров построить. Скорость строительства одного километра один день. Обычно вот так стандартно Анатолий Гордович говорит, но оговаривается и говорит, что это в том случае, если мы строим в одну сторону. Но мы можем строить и встречно. Мы можем на модуле разбить трассу 1000 километров, 100 километров, 10 километров, как угодно. Все зависит от того, как будет выстроена технология строительства трассы. И это говорит о том, что практически можно 3000 километров построить за 300 дней. Правильно построить процесс. Это значит, что за один год это вполне реально выполнить. Я себя в этом деле убедил. Я думаю, что вы тоже не сильно будете со мной спорить, посмотреть на мой простенький школьный расчет. Таким образом, возвращаясь обратно, что абсолютно реально выполнить объем заказа 30 миллиардов. Но для этого надо что? Правильно надо построить, завершить строительство экотехнопарка или по крайней мере выйти во вторую фазу начала следующего года, когда сертификация практически уже накатана и завершается на всех трассах или на основных трассах. Это на городском транспорте и скоростном и на легком транспорте. Так называем развлекательно познавательном или туристическом транспорте на юнибайках. И тогда у нас вполне возможно производство мотор-колеса тоже будет своим бизнесом, понимаете? Это не только строительство. Там будет еще много чего. Ограда так называемая интеллектуальная. Сегодня Кириченко показывал интеллектуальную ограду на видео. Это тоже и это, кстати, очень мощные проекты могут быть и будут, я уверен в этом. Это тоже струнные технологии, построена интеллектуальная ограда, построенные технологии для тех, кто не знает, вот повторю. Таким образом, понятно, что такое один доллар. Поэтому не надо себе иллюзии строить. Вот наша отправная модель, откуда мы можем подумать о том, когда нам упадет один цент на один доллар. Но здесь есть другая сторона еще медали, о которой мы тоже сейчас поговорим. смотрите, стратегия изменяется или она не изменяется, а она вообще такова. Я уже один раз говорил по этой модели, я немножко почистил и снова повторю вам, что обычно я сам лично жил в такой среде, где мои дедушка с бабушкой, которых я очень уважал и уважаю, мои родители, мой отчим, мой родной отец, они все отталкивались от того, что откладывали и накапливали. Это вариант А или Пути, а я его называю, создавали сумму каких-то денег, накапливали эту сумму, создавали эту сумму денег, просто откладывали на черный день, как они говорили, бабушка четко говорила, что на черный день. Я думаю, многим из нас, мы, кто, чьи ноги, чья душа или чье тело и все наше существо растет из советского прошлого, очень четко помним, что логика была такова, что обязательно нужно накапливать, откладывать и так далее, и так далее. Кто этого не делает, тот есть, кто не есть. Поэтому, но уже мы знаем, что есть еще и вариант подхода рассчитываю и инвестирую. Бизнес раньше не был, как бы, поощряем. Уже последние только 20-25 лет мы знаем, что надо рассчитывать немножко больше. С кооперативного хозяйства началось, это с 1988 года начался вот этот подход. Рассчитываю и инвестирую, но инвестировали в бизнес. Мы говорим о том, что да, можно и в бизнес, а почему? Дело в том, что и SkyV это бизнес. К этому можно по-разному подходить. Можно просто инвестировать и надеяться на других людей. Это значит, я проинвестировал и сижу, когда что-то произойдет с акциями, когда они капитализируются, и так далее, и ничего больше не делают. Потихоньку открадываю и процесс. Это тоже подход. Это вариант. Я сильно не трачу времени, деньги, инвестирую и происходит инвестиция. Но у меня есть и другой подход. Например, другой человек говорит, нет, я буду свое время и деньги инвестировать, рассчитывать, сколько я имею времени и сколько денег и буду способствовать росту инвестиционного объема и превращаю это в какой-то степени, если не полностью, в мой собственный бизнес. И тогда я создаю пассивный доход. В любом случае, при любом подходе мы создаем базу для пассивного дохода в виде тех акций, которые, в конечном итоге, владельцами которых мы становимся. И таким образом, если мы вернемся на шаг обратно, то фактически, что мы имеем, смотрите, на шаг обратно. Что такое получить один цент дивидендов на одну акцию в один доллар? Это значит, чтобы получить дивидендов, это дает мне возможность при пакете акций в один миллион долларов, в один миллион долларов я получу дивидендов, в этом случае, вот в этом случае я получу 10 тысяч долларов дивидендов за год. Плохо это или хорошо? Я думаю, неплохо, дорогие друзья. Если не сказать, что даже очень хорошо, в определенных частях земного шара, в особенности в России, да и не только в России, в той же самой истории, это очень неплохая прибавка ко всему прочему. Если не сказать, что у некоторых людей годовая зарплата не такая, как дивиденды можно получить с этого пакета. Таким образом, мы получаем опять-таки отправную точку оценки, что и как, как рассчитывать и как выстраивать свою стратегию. А кризис, а кроме того, дорогие друзья, у нас есть еще одна хорошая и плохая одновременно новость. Мы находимся в глубочайшем кризисе. Мы колеблемся, не вытаскивая ни ног, ни ушей из этого кризиса. И что происходит? Почему? Я не буду о всех других частях говорить, я скажу только о финансовом кризисе. И чем он пахнет? Сегодня мы уже находимся, к сожалению, в таком мире, который падший, где евро, доллар и любые все другие деньги, они стали как бы товаром, они стали, их производят, и фактически весь мир производит деньги. Мощное перепроизводство денег, хотя в принципе их не хватает, но с другой стороны очень большие залежи денежных средств. Если бы сегодня, например, ринули бы в той же самой Эстонии, не дай бог, как говорится, ринулись бы люди выбирать из банков свои деньги, то был бы крак, потому что более 6 миллионов людей, у людей до 6 миллиардов, извиняюсь, только маленькая миллион на Эстонии, миллион 200, почти миллион 300 тысяч человек живет в Эстонии, и у частных лиц более 5 миллиардов евро на счетах. Всего у всех вместе с юридическими лицами больше 20 миллиардов по статистике. Это мощные деньги, дорогие друзья, и это пахнет тем, что фактически деньги не работают. И теперь, а у нас что? У нас 1 доллар дает возможность инвестиций, инвестируя 1 доллар, есть возможность капитализировать его в виде 300 долларов. Это при дисконте 1 креста, и за этими за тремя 100 долларами стоят не деньги, а стоят реальные ценности в виде эко-технопарка сегодня в первую очередь, и в виде тех разработок, которые осуществляются конструкторским бюро, в виде всех тех благ, которые нарабатываются командой Скайвей. Таким образом, сегодня 1 доллар к нему прикладывается за счет этого еще 299 долларов в данном примере. А система, которая производит деньги, банковская система, она находится в ситуации, когда девальвация достаточно близка. Я вас не пугаю сильно девальвации средней 20-50%. Что это значит? Что те же самые накопленные сюда 300 долларов, а не инвестированные 1 доллар и образовавшие сюда 300 акций на 300 долларов, они превращаются при 50% в 150 долларов, в лучшем случае при 20% в 240 долларов. То есть элементарно. Картина может быть еще печальнее, дорогие друзья, потому что система очень непростая. При этом стоимость товара меняться не сильно изменится, она слегка отрегулируется и вернется обратно. Причем, но оплата суммы кредитов остается. Кредиты-то, дорогие друзья, остаются, их никто не отменяет, залоги остаются, и вот это очень печально. Поэтому обращаю ваше внимание, что процесс, в котором вы участвуете, он очень благоприятный, им надо пользоваться и к этому идти. и его использовать в этих инвестициях, где мы находимся. Поэтому я хочу вам сказать, что у нас есть все для того, чтобы правильно пройти, и мы знаем теперь, что можно ждать от проекта Skyway. Но не надо ждать, что что-то произойдет быстро. Когда мне вчера задали вопрос, я сказал, что я не люблю гадать, мне задали вопрос и спрашивают, ну скажите все-таки, как вы думаете, когда же наконец, скажем, произойдет капитализация, когда пойдут средства, и когда можно сказать так, что акция в 1 доллар будет стоить 1 доллар. Я говорю, это все зависит от того, как реализоваться начнут адресные проекты. Это зависит от этого. Но я вам хочу сказать, что практика даже таких, ну скажем, не таких мощных проектов, как сковей, показывает, что этот процесс занимает от 3 до 8 лет. От 3 до 8 лет. Поэтому давайте посмотрим, это значит 2017-18 год или 2020-21 год. Вот в этом промежутке можно рассчитывать. Теперь вопрос в том, на что рассчитывать? Рассчитывать на то, что мы посадили картошку, и нам как хочется послезавтра сварить картофельный суп, и рассчитывать на то, что мы посадили картошку, дождались, она созрела, мы ее собрали, заложили за кромой, спокойно повариваем себе картофельный суп, но мы еще и на рынок отвезли, мы еще и соседям что-то продали, и таким образом у нас есть возможность как бы распределить тот доход в виде картошки, который мы получили, то же самое сделав здесь, в этих же самых акциях, которые мы инвестируя получаем, и таким образом мы управляем с вами вот этим процессом в такой простеньком трехходовой схеме, и инвестируем время, деньги, и таким образом создаем инвестицию для себя, и поддерживаем проект, есть ли у вас вопросы? Пакет детский, Юля будет? Будет, будет готов, да, будет. Про дом еще раз, объясните, пожалуйста, еще раз про дом. Сегодня я, наверное, не буду объяснять, но пару слов вам сейчас скажу про дом. Смотрите, значит, я заимствовал эту идею дома, мы тут занимались проектом одним, вот, и очень, мы выстраивали так называемый дом качества для одной компании. И вот они тоже, там люди как бы выстраивали, этот дом построен, я построил вместе со своими как бы помощниками, мы разбирались, что существенно в строении скольней. Транспорт нового поколения, он есть, существует, он является базой, технология является базой этого дома, я ее поставил на второй этаж, главная комната, командирский мостик, но она начинает функционировать, когда у нас есть внедрение и производство адресных проектов. Вот пошел путь вентиляции, то есть, энергия в доме начинает, как бы, циркулировать, а внедрение и производство без экотехнопарка невозможно. Переходим на первый этаж, а это дает нам сертификацию всех элементов технологий, которая здесь, из которой мы выехали. Дальше, а это осуществляется за счет пакета инвестиций и объектов инвестиций, адресный проект, адресный проект, и таким образом начинает энергия циркулировать, но базой для этого, дорогие друзья, фундаментальной базой, погребом, на котором мощно стоит этот дом, где все залежи этих энергий, все залежи всего доброго, что есть в проекте SkyWay, оно здесь, и оно осуществляется за счет принципов, я извиняюсь, за счет принципов, это сотрудничество с кооперацией взаимоотношения, и я рекомендую вам, я не буду дальше вам разъяснять, поиграйте с этим, я сейчас выставлю здесь вам возможность доступа, теперь она есть в доступе у вас здесь, вы можете скачать это, и поиграть с этим домом SkyWay, вот, у кого это не получится, в чате дайте знать, в чате целевые проекты, я вам специально могу выслать вот эту модель, она дает возможность очень хорошо и самому развиваться, если с нее посмотреть, это знаете, это как медитация, то есть смотришь и начинаешь сам думать, не важно кто, кто масло сказал, важно то, как ты сам это дело понимаешь, потому что здесь я постарался сделать все элементарными фразами, принципами, и таким образом это все начинает работать, и вот думайте, это как, знаете, такое вот, у японцев есть на песке рисование, а так мы и здесь строим этот дом, и только так мы начинаем понимать, и наше подсознание начинает в этом направлении работать, а иначе мы не придем к этому, дорогие друзья, от того, что я мечтаю и просто лежу на диване, ну, что-то изменяется, может быть, где-то отдохнул, где-то, может быть, промедитировал интуитивно, а фактически происходит процесс развития, когда мы работаем с принципами, работаем с какими-то определенными системами и схемами. Так, можно не на эту тему, прошу, может не тему, прошу, прошу прощения, скажите, почему небесные дороги и тема гиперборей часто встречаются? Так красиво, да, потому что это интересный вопрос, это тема отдельной беседы, кто это, Ирина, да, гиперборея, правильно, да, часто встречаются и небесные дороги, потому что здесь есть очень много общего и по всей вероятности это есть возврат к тому, что когда-то уже было, понимаете, я скажу так, что в одной беседе Анатолий Гвардорович мне сказал, что Владимир Маркович, вы же поймите правильно, мы делаем сейчас самый простенький вариант, чтобы дать ему жизнь. Дальше мы применим самые современные методы, самые современные технологии уже в элементы строительства Юнибусов, Юнибайков. Я говорю, а почему? Сейчас мы это не можем. Он говорит, мы закопаемся в сертификации и значит лицензирован или да, и получение различных лицензий на выпуск одного, третьего, четвертого, пятого, десятого. Этот процесс будет длиться не один год, поэтому взято все то, что уже не требует особого сертифицирования, особого лицензирования. Энергии, то есть мотор будет значительно интересней. Значительно интересней будут целый ряд элементов. Я прошу прощения. Вот. То есть таким образом, дорогие друзья, и поэтому на эту тему мы еще с вами поговорим. А это красиво, согласен. Возрождаем или зарождаем золотой век. Возрождаем или зарождаем. Я думаю, что скорее всего зарождаем. Возродить это надо поднять птицу феникс из пепла. Вот. А у нас есть и то, и другое. Мы сейчас с вами участвуем, это мое мнение, вот. Мы участвуем в процессе зарождения, то есть мы вкладываем душу туда, мы вкладываем туда свою частицу, мы вкладываем информацию, мы вкладываем энергию, в виде, как я уже говорил, и денег, и времени, и внимания. Мы с вами в квантовом пространстве, у каждого есть свое квантовое пространство, выстраиваем будущее. поэтому будьте очень осторожны, и стройте его очень, очень, значит, я не могу сейчас говорить, я вам перезвоню. Вот. Таким образом, вот такой процесс, дорогие друзья, вот, да, так, Ирина, 100 тысячи процентов, супер, я очень рад, что я попал в десятку. Вот. Ну что, есть еще вопросы, дорогие друзья, время убегают, у меня сейчас встреча с немецкими друзьями, коллегами по скайпу, потому что там работала очень, активизировалась, вот, люди все, вы просто не представляете, насколько, значит, мы еще на эту тему поговорим, вот, насколько люди активизируются. Вчера, я хотел сказать людям, они, что, кто-то задал вопрос, что, ну а как вот этот семинар, и так далее, и вдруг говорит в конце мне человек, что он встает, вы знаете, нужно я скажу, как я понимаю, что я не очень хотел идти на этот семинар, мне практически вынудили сюда прийти, вот, ну я сейчас понял, что я здесь получил заряд на семинаре, заряд именно уверенности, и я ему сказал, что, вы знаете, а я это понимаю несколько иначе, вы пришли поддержать свою иммунную систему, это как, как будто, вот знаете, вот, нужно, значит, мне нужно походить, пробежаться, сходить в качок, поработать на огороде, и тем самым ты усиливаешь свою иммунную систему, ты становишься здоровей, у тебя начинают функционировать лучшие энергии, твой эмоциональный мир становится здоровей, и этим только польза для всех, в первую очередь для тебя, для твоих близких, и для всего окружения, и также для квантового мира, ибо мы живем в век квантовых энергий, квантовый мир, мы начинаем понимать, что кто, что мы здесь представляем, начинает очень сильно влиять, и все больше и больше начинает менять реальность, хотим изменить в лучшую сторону реальность, работаем в этом направлении, друзья, желаю вам всем успехов, и удачи, процветания всем, вам и вашим близким, Строй Скайдей, спасай планету! Вперед! Спасибо! Спасибо!